Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! Дорогие друзья, сегодняшний сюжет будет о со-зависимых людях. Пожалуйста, не путайте это с тем сюжетом о со-зависимых. Если вы хотите посмотреть сюжет о со-зависимых людях, узнать, с чем уже отличаются со-зависимые люди от со-зависимых людей, то, соответственно, с про со-зависимых людей смотрите мой видеоролик, по подсказочке можете перейти. А это сюжет о со-зависимых людях, и сейчас мы узнаем, кто же это такие. Итак, термин со-зависимый появился где-то в 70-х годах. Его использовали психиатры для обозначения людей, которые проживали, ну и являлись и родственниками, и сожителями людей, которые страдали наркоманией или алкоголизмом. На сегодняшний день этот термин достаточно мутировал, и, в принципе, сейчас используют этот термин для определения уже людей, которые, так скажем, зависят от другого человека, зависят на эмоциональном плане, они включены в плане родителя в этого человека, да, они включены как ресурсник в этого человека, то есть как источник ресурса, они многое в него вложили, и это такая позиция, так скажем, постоянной жертвенности, да, по отношению со-зависимого человека к его объекту, и это некий даже и эгоизм по отношению даже к тому, ну там, наркоману или алкоголику, или бывает это психиатрический даже больной эгоизм, в каком плане, со-зависимые люди, обратите внимание, вот в отличие от всех других, да, со-зависимых и прочего, они очень сильно внутри себя, внутри своего подсознания настроены не отпускать своего человека, да, того человека, от которого они со-зависят. Теперь давайте разберемся, как же формируется со-зависимость. В нормальных отношениях на стадии воспитания ребенка, безусловно, формируется со-зависимость матери по отношению к ребенку, но, однако, после прошествия, ну, примерно у кого как, где-то это полтора года занимает период, после того, как проходит полтора года, у нас происходит отказ от кормления грузью, и на уровне падения окситоцина и других гормональных изменений, эта со-зависимость начинает разрываться, и по мере того, как будет взрослеть наш ребенок, связь матери и ребенка такая плотная, близкая, в норме, должна потихонечку разрываться, и таким образом ребенок будет более социально адаптивен, ну, и мама тоже будет более социально адаптивна, будет включаться в какие-то другие жизненные процессы, ну, и, в общем-то, у нас в норме все будет замечательно вот при таком, так скажем, раскладе вещей. А со-зависимость, она никуда не пропадает, да, и когда мы говорим о патологии, мы должны понимать, что ребенок в норме способен проводить параллель между своими мыслями и мыслями взрослого, ну, имеется в виду его родители, а также способен понять, что его мнение на ситуацию, особенно он должен понимать это с процессом взросления, что его мнение на ситуацию, его поступки, если даже они отличаются от мнений и поступков его родителя, не равно вред его родителю. Вот для со-зависимого ребенка очень сложно это понять и уяснить, особенно на таком чувственном, эмоциональном плане. И на этом фоне формируется такая острая потребность воспринимать окружающий мир и воспринимать, соответственно, самого родителя, как такой безоговорочный компонент, который направляет его, так скажем, как навигатор по жизни, да, и как такой постоянный судья, который оценивает, да, нашего ребенка, «Хорошо ты сделал» или «Плохо сделал», «Хорошо оделся» или «Плохо оделся». Как это может выглядеть, да, в взрослом возрасте? Очень часто у сузависимых формируется противоречие. И они, такие детки, очень часто говорят «Я люблю и одновременно ненавижу своего родителя». Вот это состояние двойственности, двойственных ощущений, вот этот постоянно присутствующий шизофренно-генный фактор и обуславливает вот всю болезненность и патологичность чувств внутри каждого человека по отношению к созависимому родителю, да. Когда формируется болезненная, неправильная, патологическая созависимость, то тут необходимо понимать, что вот этого разрыва, да, которого должен произойти между матерью и ребенком, не происходит. И по какой-то причине, да, они создают такой симбиоз. В какой-то момент на стадии развития личности ребенка, личность ребенка и личность матери срастаются. И когда вы задаете в комментариях вопросы, как не воспитать созависимого человека, это в первую очередь, конечно, нужно все-таки уметь держать дистанцию между своим ребенком, уметь остановить собственные чувства, собственную привязанность. Потому что когда вы очень близки со своим ребенком, когда вы фактически диктуете ему, как ему мыслить, вы находитесь ежесекундно с ним или очень вплотную подходите, нарушаете его барьер, да, в его чувствах, в том, что он испытывает сейчас, да, лезете, так скажем, ему в душу, очень часто мамы на стадии взросления сына или дочери очень вплотную задают вопросы, спишь ли ты с мальчиком, да, если спишь, то как, если бы ты хотела переспать или хотел переспать, то с кем и как, а тебе нравится, вот, возбуждает тебя вот это, то есть такая, несколько инцестная даже, патологические такие вот моменты, они проскальзывают, то есть тут нет физиологического какого-либо инцеста, но вот на внутреннем таком плане этот инцест возникает. Мама очень близка по отношению к сыну, и это всегда, соответственно, будет вызывать вопросы, и если у меня сейчас получится, я сделаю ставочку с видео, нашел в инстаграме одну такую маму, и вы посмотрите, ну, как вот это выглядит со стороны. Так, еще раз, со-зависимость от создания симбиозы личности матери и ребенка, они неразрывно соединяются, да, ну, точнее, конечно, разрывно, все это, благо, иногда это дело безобидно, достаточно рассасывается, но, тем не менее, эти личности соединяются, они сосуществуют вместе, и такой разрыв, конечно же, не может пройти, не болезнен для обоих личностей, и по мере того, как идет взросление личности ребенка, со-зависимая мать постоянно испытывает напряжение и пытается удержать этого ребенка у себя, удержать его с собой, а у ребенка начинает развиваться шизофренно-генный фактор, он видит все разнообразие и благополучие этого замечательного мира, он хочет развиваться, это нормально, да, он хочет познавать новых партнеров, да, то есть уйти от, ну, в каком-то смысле родители, это тоже партнер в детстве, да, уйти от этого партнера и найти какого-то своего партнера нового, да, попробовать что-то новое в жизни, а задача матери в этом состоянии удержать это чадо максимально у себя, чтобы, соответственно, ну, максимально, так скажем, этого ребенка не отпустить, привязать к себе и сопереживать с ним вот этот весь остаток окситоцина, да, провоцировать выработку, ухаживать за ним и наслаждаться вот этими вот моментами, да, что у меня есть вот этот вот ребеночек, от которого я получаю, ну, такое вот удовольствие. Здесь важно отметить, что маме очень сложно отказать себе в удовольствии не сближаться с этим ребенком, да, как-то от него удалиться. Она будет стараться все равно на протяжении всей жизни за этого ребенка задержать, удержать у себя, потому что это как наркотик. Мама в этом плане больше бывает даже зависима, чем нежели ее ребенок, потому что ее ребенок – это средство получения гормонального выброса. У нее произошла сильная фиксация в момент воспитания ребенка, когда он был в детском возрасте, на окситоциновой и дофаминовой системе, да, то есть она привыкла получать такие поощрения на фоне того, что, ну, это заложено природой в нас, все эти вещи в норме, вот, но иногда происходят вот такие вот фиксации на фоне воспитания, когда мы оберегаем ребенка, когда мы за ним следим, мозг нас немножко поощряет, когда мы его кормим, когда ребенок доволен, счастлив, улыбается, мы испытываем удовольствие, все мы любим детей, да, ну, по большей части, вот. И, соответственно, у многих из-за достаточно сильных окситоциновых и дофаминовых таких вот всплесков происходит фиксация, что, в свою очередь, потом провоцирует вот такие вот созависимые отношения. Дорогие друзья, ставьте лайки, пишите мне в комментариях, интересна ли вам тема созависимости. Будем говорить на эту тему чаще, больше с вами. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Дорогие друзья, у Goes the Продолжение следует...